Шесть документов подписано подчас визиту делегации Гомельской в области на китайскую международную выставу импорта у Шанхаи. Размова у темлику про экспортные поставки. Представники предприемства региона в ходе контактно-кооперационной биржи провели шерох переговоров с замежными партнерами. Об выниках поездки у Поднебесную расскажем далее в сюжете. Среди тех, кто представил свой экспортный потенциал у Шанхаи – Гомельский тлушевый комбинат. Предприемство уже поставляя у Китая рапсовый и слонешниковый аллей. На комбинате старанно рыхтовались до выставы и провели попередние перамовы с китайским боком, что дало свой плен. У Шанхаи подписаны меморандумы и контракты на сумму 2 миллиона 400 тысяч долларов. Китайцы оценили по заслугах гомельские товары. Опыт у их края не высокий. Цикавость у представников предприемства Поднебесной выкликала и мыловарная продукция. Нами было подписано два новых контракта. Один из них – это по нашей мыловаренной продукции и маслу бутилированную. Второй контракт – исключительно только по маслу рапсовому. Также в результате переговоров нашим предприятиям было подписано пять меморандумов о сотрудничестве. Данные меморандумы позволяют нам в дальнейшем работать еще с пятью китайскими компаниями. Мы обязаны просто эти меморандумы превратить в договора и отгрузить нашу прекрасную продукцию в Китайскую Республику. Выкликала фурор и гомельская солодкая продукция. В день открытия выставы в Шанхае «Спартак» за годину продал около 10 тысяч шоколадок. Кондитерская фабрика презентовала свою продукцию на суместном стенде «Белдярш Харш Прам» в рамках национальной экспозиции Республики Беларусь. Там до речи был организован онлайн-продаж. «Спартак» представил не только новые виды продукции, но и непосредственно те товары, что поставляются на китайский рынок. Жахары Поднебесной традиционно отдают перевагу темному шоколаду с утроманием какавы 72,90 и даже 99%. А Лео Пошничас пробует и оценивает продукт с меньшим процентом с месту какаву. Для фабрики эта выставка была довольно-таки плодотворна. Мы подстречались со своими экспортерами, с нашими партнерами, которыми были заключены контракты на следующий 24-й год. Определены объемы как в денежном выражении, так и в тонаже. Китай – перспективный рынок. 25 стран, куда мы поставляем свою продукцию. Поэтому мы возлагали надежду на эту выставку, и я думаю, они оправдались. Вытворцы Гомельщины по заслухах оценили стримы. Новый вид реализации продукции – празэлектронные пляцовки. На выставе у Шанхая наш регион представляло 14 предприемств. Продукция наших производителей была представлена в трех тематических павильонах. Традиционно – это сельскохозяйственная продукция, товары народного потребления и высокотехнологичное оборудование. Участие в мероприятии с китайской стороны приняли регионы-партнеры Гомельской области, а также китайские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с гомельскими предприятиями. Итогом нашего мероприятия стали подписание соглашений о сотрудничестве между городом Жлобин и Баото, автономного района внутренняя Монголия, а также соглашение о взаимодействии между свободной экономической зоной Гомель-Ратун и ассоциацией содействия торговли «Один пояс – один путь». А также ряд договоренностей по поставкам нашей продукции в Китайскую Народную Республику. Предприемства региона не спиняются на досягнутом. Удел у международной выставы импорта у Шанхаи шарговое тому подтверждение. По ширине географии поставок для гомельской промысловости зауседы сярод першочарговых задач.